Меня зовут Алексей Ницца и сегодня я расскажу, как установить Яндекс.Метрику на свой сайт под управлением WordPress. Яндекс.Метрика – это бесплатный инструмент для повышения эффективности вашего сайта, который позволяет наблюдать за ключевыми показателями сайта и анализировать поведение посетителей. Сервис включает в себя множество инструментов. Вебвиза позволяет записывать и анализировать действия посетителей сайта. Сводка покажет основные параметры и статистику на одном экране. Карта кликов расскажет о взаимодействии пользователей с интерфейсом. Карта ссылок покажет популярность ссылок на вашем сайте. Поисковые запросы покажут, как именно пользователь попадает на ваш сайт и какой запрос они вбивают в поисковике. Демография покажет, кто ваша целевая аудитория. Карта пути отображает навигацию пользователей по вашему сайту. О других возможностях сервиса более подробно можно узнать на странице ресурса. Для того, чтобы анализировать свой сайт с помощью Яндекс.Метрики, необходимо создать новый счетчик и разместить его на своем сайте. Нажмем на кнопку «Получить счетчик». Для полноценной работы с ресурсом необходимо зарегистрироваться или войти под одним из аккаунтов социальных сетей. После входа в Яндекс.Метрику мы попадаем на экран добавления нового счетчика, где указываем название и адрес сайта. Также важно оставить адрес электронной почты, на которую будут приходить уведомления о проблемах в работе сайта. Ставим галочку «Я принимаю условия» и нажимаем кнопку «Продолжить». Ставим в соответствующие галочки тех элементов, которые мы будем использовать при работе. Я рекомендую включить веб-визор, карту кликов, внешние ссылки, точный показатель отказов и асинхронный код. Если вы хотите, чтобы на сайте также был размещен информер о статистике, можно также оставить соответствующую галочку. Далее копируем код и не забываем нажать на кнопку «Сохранить». Переходим в консоль своего сайта и открываем раздел «Внешний вид» или «Appearance» и заходим в редактор, где справа в списке шаблонов нужно найти футер или подвал в русской версии. Так как эта часть сайта отображается на всех страницах, то счетчик Яндекс.Метрики мы разместим именно там. Скопированный код нужно вставить перед закрывающим тегом «Body», после чего нажимаем «Update файл» или «Обновить». Теперь перейдем в раздел «Всех счетчиков» и обновим только что добавленный. Иконка отображается зеленым, значит счетчик установлен верно и теперь данные сайта отслеживаются. Нажмем иконку «Редактирование счетчика». Перейдем во вкладку «Веб-визор» и включим запись содержимого страниц. Во вкладке «Цели» можно добавить определенную страницу вашего сайта, посещение которой для вас очень важно, и вы хотите понять, кто заходит, откуда и так далее. Добавлю ссылку для примера. Статистика по целям будет отображаться в отдельной вкладке, что очень удобно. Переходим обратно в сводку статистики. Через некоторое время видим, что данные уже отображаются. Можно посмотреть посетителей, их просмотры и визиты. Посмотрим источники трафика, карту пути и статистику цели. Перейдем в раздел «Пол» и «Возраст посетителей». Спустя некоторое время, когда счетчик соберет достаточно данных, будет доступен веб-визор – полноценная видеозапись поведения пользователя на вашем сайте. Для примера посмотрим, как это выглядит. Мы можем посмотреть, что просматривал пользователь, какие страницы, куда он двигал мышью, выделяли ли он текст и так далее. Таким образом, Яндекс.Метрик является бесплатным инструментом, с помощью которого вы сможете повысить эффективность вашего сайта, исследуя важные показатели о ваших пользователях.